Весь мусор контейнеры уже не вмещают. В Зудилово эту картину можно наблюдать даже при действующем нормативе. А тот, который готовится принимать в управлении края по государственному регулированию цен и тарифов, грозит селу санитарными проблемами. В этом уверены главы сельсоветов. Тот мусор, который сейчас рекоператор забирает, если ему будет невыгодно, то есть тариф будет уменьшен соответственно, он просто будет по нормативам забирать тот мусор, который ему оплачивает, а все остальное будет оставаться на территории. То есть несанкционированные свалки, они просто будут как грибы расти на нашей территории. Ряд рекоператоров уже сделали такое заявление. Полученные выводы о нормах накопления отходов физическими и юрлицами не отражают реального отходообразования. Предлагаемый к принятию норматив 0,125 тысячных кубометров на человека в месяц. При этом реальные объемы мусора на одного жителя, по мнению глав сельсоветов, составляют не менее 0,160 тысячных кубометров. До апреля этого года, пока мусор вывозили бестарным способом, точные объемы определить было сложно. Весной появились контейнеры. Тогда жители понесли в них строительный мусор, залу, отходы подсобного хозяйства и еще много того, что бросать в контейнеры запрещено. В городе я 100 контейнеров загрузил, здесь не могу, 40-50. Много сипят того, что они должны? Да, есть. Бывает, что-нибудь оставишь, доски, все. Строительный мусор. Пакет же не войдет, они нагрузят полную тележку, везут. И на машине подъехали, мешки, три мешка вывалили. Представитель мусоровывозящей компании объясняет, пока его сотрудники забирают с площадок весь мусор и проводят зачистку территории рядом с контейнерами. Хотя наведение порядка возле баков не входит в их обязанности. Долго так продолжаться не может. Полигон в Первомайском районе за эти два месяца уже принял почти 5000 кубометров никем не оплаченных отходов. Я возмущаюсь тоже, как перевозчик, потому что за это мне не платят. Если мы должны вывезти, значит, 12-й, 16-й, почти 17-й мы вывозим. Ну, я понимаю, ну месяц два на третий месяц, вы же сами понимаете, получается, что я месяц работаю бесплатно. А ведь мне же тоже надо и платить зарплату, и ГСМ, и все остальное. Совет глав сельсоветов Первомайского района направит в профильное управление свои предложения по новым нормативам. Здесь пришли к выводу, замер нужно проводить с участием муниципальных властей. Учесть следует, например, крупногабаритный мусор. Ведь если предложенные нормы примут, сельсоветам придется тратить много денег на борьбу со свалками и содержание контейнерных площадок. А этих денег у сельсоветов нет. Андрей Дреер, Александр Антропов, День с толком.